Всем привет! Этот обзор посвящен серии видеокарт GeForce GTX 1070 и GTX 1080 от компании Asus. Компания Asus на данный момент представила небольшой ассортимент своей продукции, в отличие от некоторых своих конкурентов. Вот два варианта референсных видеокарт, 4 видеокарты для GTX 1070 и 3 видеокарты для GTX 1080. В недалеком будущем многие с нетерпением ожидают появления таких линейк видеокарт как Matrix и Poseidon. И сначала поговорим про референсные видеокарты. Первый вариант это стоковый референс от компании Nvidia, а второй вариант это все та же видеокарта, но с упрощенной системой охлаждения и немного измененной печатной платой, из-за чего некоторые люди очень сильно обломались, так как хотели взять турбо версию референсные видеокарты, чтобы не переплачивать 50 долларов за Founders Edition и установить на них водоблоки для шидкостного охлаждения. В обоих случаях эти видеокарты не достойны внимания, так как их системы охлаждения не очень эффективные и шумные, а Founders Edition еще и непомерно дорога. Подробный обзор референсные видеокарты вы можете посмотреть на моем канале. И мы переходим к видеокартам собственной разработки Asus'а и начнем с GTX 1080. Все три представленные видеокарты принадлежат к линейке видеокарт Strix и по сути являются одной и той же видеокартой и отличает их только одно, что это различные частоты работы графического чипа и соответственно из-за этого цена. Первая вариация видеокарты это GTX 1080 Rock Strix Gaming. Имеет, как и референс, чип GP104 и 8 гигабайт памяти GDDR5X, но обладает 10 фазами питания вместо 6, благодаря чему имеет больший потенциал в разгоне и в большинстве случаев работает на более высоких частотах, хотя частоты для этой видеокарты заявлены такие же, как и у референсной видеокарты. Вторая видеокарта это GTX 1080 Rock Strix A Gaming. Дополнительная буква A говорит о том, что данная видеокарта имеет повышенные частоты работы графического чипа. И третья видеокарта это GTX 1080 Rock Strix OC Gaming. OC означает, что это особая оверклок версия видеокарты, но эта особенность сыграла злую шутку с этой версией видеокартой, так как инженеры Asus перемудрились с программным обеспечением, и данная видеокарта у многих пользователей отказывалась работать в 3D приложениях. В основном это был сбой в работе драйверов, из-за чего людей выкидывало из игр, а в некоторых случаях происходила перезагрузка компьютера. Примерно через месяц после старта продаж, Asus подтвердила большое количество обращений и возврата в OC версии видеокарты, но не призналась в том, что ее продукция имеет проблемы. Хочу специально отметить, что это касается только OC версии видеокарты. С обычной версией таких проблем нет, аналогично и с A версией, хотя по ней статистики мало, так как ее продажи только недавно стартовали. Мой обзор на бракованную OC версию видеокарты подорвал пуканы многим любителям этого бренда, которым до недавно был и я, и сейчас я более подробно рассмотрю все плюсы и минусы этой видеокарты. 1. Меня огорчила комплектация видеокарты. Это откровенно унылая Г, нет даже наклейки с логотипом, а диск, который был в комплектации моей видеокарты, имел вид вытащенного из чьей-то задницы. Именно такое сравнение подходит для того, чтобы вы понимали насколько он был юзаный. Но, я понимаю, что комплектация это всего-навсего приятный бонус к видеокарте и особой важности в конечном итоге она не несет. 2. Качество сборки продукции упало настолько, что я обнаружил между радиатором и платой кусок ленты, который там оставил сборщик. Я представляю, как бы он вонял, когда я кочегарил бы видеокарту, будь она исправна. 3. Видеокарта обладает самым красивым внешним видом, особенно если смотреть на видеокарту при граничном освещении во время работы ее подсветки. Но опять же 95% людей это не нужно, потому что видеокарты находятся в закрытом корпусе под столом и особенно это не важно тем, кто устанавливает на видеокарту жидкостное охлаждение. Отсюда вытекает четвертый пункт. Если вы захотите установить водоблок на видеокарту, то вы потеряете гарантию при снятии радиатора. 5. Казалось, у видеокарты крутое охлаждение в виде массивного радиатора и трех вентиляторов. Но нет. Радиатор покрывает чип и элементы питания, но при этом никак не соприкасается с памятью. А та пластина, которая покрывает только 50% памяти, не соприкасается с радиатором. Да и с памятью тоже соприкасается мало, только с тремя чипами. 6. Инженеры Asus реализовали поддержку двух дополнительных вентиляторов для обдува видеокарты, что частично может исправить положение, но при определенном наборе условий. 7. Положительным фактором является то, что видеокарта имеет 10 фаз питания против 6 у референса. Но это не самый выдающийся результат среди конкурентов, но довольно достойный. 8. Я уже отмечал крутую подсветку видеокартой. Она просто нереальная. Но те же режимы подсветки, что Asus позиционирует как уникальное, стандартно входят в функцию программного обеспечения NVIDIA LED Visualizer, которая встроена в программное обеспечение и устанавливается вместе с драйверами, и вы можете пользоваться им с любой видеокартой, имеющей поддержку данной функции. 9. Цена. Я считаю, что стоимость данной видеокарты стала неоправданно высокой после корректировки цен. Переплюнуть в неадекватной ценовой политике компанию Asus смог только MicroStar. Вопрос. Зачем покупать видеокарту от Asus, если, к примеру, видеокарта EVGA FTW, кстати имеющая 12 фаз питания, а не 10, стоит дешевле самой дешевой видеокарты от Asus, но при этом ее производительность больше. Или почему бы не купить вместо Asus видеокарту Gigabyte GTX 1080 Extreme Gaming Premium Pack видеокарт. Ее карта стоит, как обычная Strix, но при этом она хорошо разогнана благодаря 14 фазам питания. Нареканий на ее работу в оверклокерском режиме нет. Система охлаждения более эффективная, так как покрывает все основные элементы видеокарты, в том числе и память. А в комплекте к видеокарте идут, слайм мостика для двух видеокарт, фронтальная панель в слот 5.25 с разъемами для подключения двух пар очков виртуальной реальности и два USB 3.0, коврик для мышки, напульсник и стикер с логотипом. Все что было сказано для видеокарт GTX 1080 относится и к видеокартам GTX 1070, за исключением количества фаз питания у видеокарт. У референсных видеокарт по 5 фаз питания, у линейки видеокарт Strix по 7 фаз питания, а у видеокарт Dual по 8 фаз питания. И это в то время, когда конкуренты, такие как MCI и EVGA, специально не стали упрощать систему питания и оставили по 10 и 12 фаз соответственно, как у своих видеокарт GTX 1080. Резюмируя все вышесказанное, я не говорю вам, что видеокарты Strix или Dual от компании Asus это плохой продукт. Нет, нет и еще раз нет. Я только хочу донести до вас тот факт, что он далеко не лучший, как когда-то, особенно по соотношению цены и качества. И для любителей бренда Asus я рекомендую дождаться видеокарт Matrix и Poseidon. Возможно, они будут намного лучше по соотношению цены и производительности, а качество будет достойно премиального уровня. На этом у меня все, всем спасибо и до новых встреч.